Дорогая Маша, мы с семьей жили всю жизнь в Луганской области до 2014-го, когда русская армия уничтожила наш город Первомайск, и после до 2022-го в подконтрольном Украине городе Рубежное. 24 февраля русская армия забрала у меня уже второй дом. Чеченские солдаты взломали дверь в квартиру и вынесли все, что захотели. Стерли с лица земли уже второй родной город. То, что мы с детьми пережили в подвале во время оккупации, невозможно даже вспоминать. Нас Бог спас. Между перезарядкой градов мы успели выехать. Кто ехал позже, увы, погибли. Я знаю, что вы поддерживаете Украину, но для тех, кто говорит, где вы были 8 лет, ответ очевиден. Мы, жители Донбасса, 8 лет жили и слышали взрывы, но мы точно знали, что Украина нас защищает и пытается вернуть свою землю. Не без потерь, к сожалению. Я тоже с Луганска. Месяц у нас не было света, мобильной связи, когда умер папа, инфаркт. Мы не могли его похоронить, так как уже не было денег. И знакомые, друзья никто не одолжил. И света в городе тоже не было. Он лежал в морге, а на улице плюс 30. Тело опухало с каждым днем, запах в морге не забуду никогда. Через дней 6 его похоронили в братской могиле моего отца, который был ликвидатором на ЧАЭС. И поставили памятник местной власти. Здесь похоронены жертвы украинской агрессии. И смешно, и плакать хочется. Отец был россиянином. Не знал украинский язык, но поддерживал Украину до конца. Мы ловили связь на другом конце города, чтобы сообщить его сестре о смерти брата. Дозвонились, а в ответ услышали, что вчера убили ее сына, 20-летнего. Он служил пограничникам, и Росвойска зашли на территорию Украины и устроили обстрел. Вместе с ним погибли его сослуживцы. Никто не выжил. Красная Таловка, Луганская область. Маша. А я и десятки моих друзей мы из Донецка. Бросили все в 2014-м. Новые квартиры, свое прошлое. И разъехались по всей Украине, подальше от оккупантов и их беспредела. А после 24 февраля снова бросили свои новые квартиры. Схватили детей, родившихся за эти 8 лет. И снова разъехались. Но уже по миру. Мы потеряли дом, прошлое, друзей и планы на будущее. Так, как мечтают донецкие и луганские люди, чтобы территорию освободили от российских захватчиков, не мечтает, наверное, никто. Это наша боль и вера одновременно. Мы ждем победы Украины. Победы добра над злом. Я из Лисичанска, Луганской области. Захвачен весной этого года. В 8 лет сепаратисты и русские боевики пытались выйти из границ ЛНР и ДНР, на что ВСУ отвечали огнем, удерживая их в уже захваченных границах. Это они называют «бомбить Донбасс» и нарушение Минского договора. То есть Украина должна была сказать «Окей, раз вам так нужно, забирайте и прилегающие земли». Чего уж там уже. Вот, что было 8 лет. Жили-нетужили, пришли русские в 2014-м. И кончилась жизнь мирная. Всегда говорила на русском, никогда никто меня не притеснял. Ни в Карпатах, ни в Киеве. Спасибо. Ось так, майже щоденно борется російська акторка Маша Машкова, яка проживає в США, с дезинформацией. Мы знаем, что ее отец Владимир Машков, затятий путинист, який закликал до військовых действий. Маша решила також бороться в своих соцмережах. И постоянно публикует ось такие истории. Люди пишут, Машенька, ну и с другой стороны, есть много противоположных мнений. Кому верить там, Машкова відповідає. Если пока не приняли решение, кому верить, то как минимум не участвовать в этой войне и не отпускать своих мужчин. Ну и почитайте коментарии украинцев под этим постом. Проведите статистические исследования, проверяя аккаунты и анализируя. Також она відповідає, что, ну, своим хейтерам, чому вы публикуете эти истории, звідки вы их взяли. Маша відповідає, все истории я проверяю особисто и подаю эту информацию. У нас уже похолодало. Вчера, спускаясь в очередной раз в подвал, одела зимні брюки. Те же, в которых спускалась в подвал в феврале. Пришло отчетливое понимание того, как долго уже длится война. Спасибо, Господи, что даёшь жить так долго мне, моему ребёнку, близким людям. И прими в своё царствие всех, кого решил забрать к себе. Троллейбус гудит на улице, как ракета, на землю. Резко дверь где-то ударила на землю. Купила хлеб, первый за месяц войны. Плакала. Хлеб. Это же хлеб. Я раньше и внимания на него не обращала. А теперь не могу и дня. Что может быть вкуснее? Допишу ещё позже. Сил нет. Маша, Мария, как я могу к вам обращаться? Как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? Я чеченка. Живу во Франции. Хочу рассказать вам свою историю. Анна Политковская – герой чеченского народа. И когда мы сможем свергнуть оккупационный режим в Чечне, мы сможем говорить о бане. Великая женщина. В Украине сейчас нацисты совсем недавно в Чечне были террористы. Тогда все чеченцы были террористами. Маше вы верили, что все чеченцы – террористы. Моя семья уже спит и будут спать до судного дня. Вот. Тяжело нам, кто ещё жив, и как-то надо с этим жить. Проживать это. Пережить. Это возможно. Украинцы – нацисты, причём все. Смешно. Придумали причину, чтобы снова убивать. Меня зовут Зарган. Я хотела настрочить здесь, рассказать до мельчайших деталей, как это было. Как они убивали моих родных. Контртеррористический акт. Солдаты с русскими лицами это называли так. Славянские лица. Каждый раз сталкиваюсь, когда с русским. Смотрю в лицо и думаю, похож на тех. Может быть, он был там. Может быть, это он один из них. В общем, трясёт меня. Я даже не заметила, что слёзы капают. И сейчас я не о том, что русские плохие. Нет, у меня нет ненависти к русской национальности. Я адекватно оцениваю всё происходящее. Наша общая проблема – это преступная власть. Свобода или смерть. За свободу воюют украинцы. И приятно удивляют. Нет жизни без свободы. Спасибо, Маша. Я из Краснодона. Луганская область. Прямо почти возле границы с Россией пропускной пункт из Варина. Может, слышали? Я видела только то, как у нас в городе из одной точки в другую ополчение, состоящее из наркоманов, алкашей и зэков в основном, стреляли градами. Просто из центра города на окраину. Хотя украинских военных там не было и подавно. Я видела, как пьяные чеченцы насиловали и топили в речке Каменки девочек. Как они же пьяные на танке переехали троллейбус, наполненный людьми в центре города. Как они же пьяные, организовавшие штаб во дворе моего многоквартирного дома, нажрались с шашлыков и начали стрелять из автоматов нам по окнам. Потому что им так захотелось. Я помню, как мимо меня пятнадцатилетний на тот момент девочке проезжал БТР с бородатыми дядьками, которые орали «поехали с нами» и держали пиво в руках. Я помню, как мы с папой повезли мою собаку в больницу, так как она не могла родить. Она остановила ополчение с автоматом в руках, приставила дулу к папиному виску и сказала «отдавай машину, убитую копейку». А когда я расплакалась, он разрешил нам уехать. Я помню, как чеченцы вскрывали квартиры моих знакомых и выносили оттуда все, что только можно было. Я все это помню, я все это видела. А сейчас люди там рады, что живут так, и у них русские паспорта. Спустя некоторое время после начала этого дерьма, жизнь там наладилась, люди работали, гуляли, веселились, все и забыли о какой-то войне. Но резко вспомнили 24 февраля. Из-за вышеописанных событий мне в конечном итоге пришлось переехать в Харьков. Я была на седьмом месяце беременности, когда вновь услышала взрывы и залпы градов. Я не на*** их. Ось такие видео Машкова публиковала сегодня. Написала две истории украинской женщины и чеченской. В Америке, где я теперь, похоже, живу, есть выражение, которое мне очень нравится. Connecting the dots. Соединение точек, как сказать, давайте попробуем. Вторая чеченская война. Начало правления Путина. Российско-украинская война. Конец правления Путина. Любой диктатуре, любому спасателю, любому Путину приходит конец. И этому тоже придет. Всем сил нет жизни без свободы. Написала Машкова. Если вы поддержите ее думку, ставьте вподобайку, оставьте комментарий и поддержите, чтобы это видео просунулося в YouTube. И больше людей увидело и почуло цю историю. Слава Украине!